Информационный канал продолжает экспертное мнение. Здравствуйте! В канун Дня Защитника Отечества мы пригласили в студию боевого офицера, летчика, героя России, Валерия Чухванцева. Валерий Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! И с нами в компании еще один земляк Вячеслав Громов, президент фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей Возрождения. Вячеслав Геннадьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Валерий Николаевич, первый вопрос вам. Как часто бываете в Ижевске? Ну, каждый февраль вас традиционно можно здесь наблюдать. Нет, вы маленько заблуждаетесь. Я в Ижевск приезжал два раза в год, потому что у меня мама здесь жала, к сожалению, она вот 9 февраля ушла из жизни. Так два раза в год приезжал, конечно, я мало уделял времени друзьям, товарищам, потому что в основном все было с мамой. Маме было 85 лет уже, повторю. Но это моя родина, я ее люблю, никогда ее не забываю, никогда не забуду. В воле судь, видите, вышло, что я не живу в городе Ижевске, а проживаю в городе Санкт-Петербурге, так, судьба военного. Где последнее, чем она осталась, там-то я остаюсь и жить. Ну, аэродром в Пирогово – это ваша взлетная площадка в профессию? Это первое мое познание с небом, это первое. Почему я узнал, что такое есть в Пирогово? Я же прыгнул в школе с парашютом, поэтому я и понял, что вот я ощутил первое... До сих пор не забываю о том впечатлении от первого прыжка, так что это для меня альмаматор, начало моего жизненного пути, начало, так сказать, выбора моей дальнейшей жизни. Дальше было Саратовское авиационное училище. Дальше было Саратовское, дальше был Дальний Восток, группа войск Германии, Северо-Кавказский, постоянные переезды. Я когда, думал, что я когда уволюсь на пенсию, всем честно сказать, у меня были-то мечты, потому что я же летчик, у меня постоянно было две сумки сложены, одна большая, она поменьше, одна на месяц, другая на недельку. И я думал, что выброшу все сумки и никуда не буду ездить. Вот видите, два раза в год в Ежеск, но еще куда-то на сфере попутешествовать, так что езжу. Благодарю Николаевичу, расскажите, как получали золотую звезду Героя России, и самое главное, за какой подвиг? За как получал? В основном, раз подвига, я не скажу подвиг, я не люблю это слово, подвиг совершил, я выполню это слово. 17 мая, Северный Кавказ, аэродром Ханкала, я КМСК, занимаюсь ими летчиками, ничего не пришло от беды, тепло, жарко, чудесная погода. Вызов на КП, зайди, командир, полковник Сергеев. Валера, спецгруппа попала в засаду двое раненых, надо забирать. Ну, надо так надо. Ничего такого не видел в этом сложном. Полетел, лететь туда 22 минуты, посчитали, прикинули курс. Залетаем, приходим в район, горы, лес, сосны стоят 30-метровые. Что делать? Ну, принимаю грамотное решение, считаю, и уже выполнял не раз, выпускаем лебедку, ЛПГ-150 и начинаем поднимать раненых. Одного подняли, второго подняли, начинаем поднимать третьего. Все, конечно, все в поту уже, все уже жарко. Сколько по времени это занимало, операция? Я думаю, что мы минут 25-35 железно висели. И рядом боевики? Ну, получается, что рядом хоть спецкруппа и заняла оборону, они все равно заняли оборону, но подлезли. Ну, и кто-то с крупнокалиберного пулемета, с этих, так сказать, негодяев, по правому борту нам выстрелил. Было 4 пробоины, потом, когда увидели. Сразу сработал речевой иноинформатор, Р-65, пожарправый двигатель, борт 60, пожарправый двигатель, пожарголовный редуктор. Ну, все, значит, попали. Молниеносное решение. Раз горит двигатель, нужно его выключать. Это гласит инструкция. Но я же понимаю, что если я выключу двигатель, то на одном двигателе вертолет в горах не летает, а висеть он тем более не может. Ну, что же делать? Принимаю решение, которое противоречит инструкции. Ручку от себя и надо лететь. Потому что если будешь падать вниз 30 метров, представляете, что такое внизу еще люди, ты с топливом, с боеприпасами начинаешь сыпаться, и однозначно кто-то погибнет, кто у тебя сейчас уже кто в кабине. А у меня, кроме меня, еще два члена экипажа. Любаша, медсестра, двое раненых уже подняты, еще один ПДСник там находится на борту. Ну, что ж. Принимаю решение. Ручку от себя, летчики меня поймут. И начинаю вылетать. Что-то, может, где-то я пойду, какую-то площадочку там найду. Но, к сожалению, вот иду, горная речка, лес, склоны, ответственно, никуда не сесть. Вертолет горит, уже топливо горящее с двигателя пошло в салон. Салон воспламенился, пошла гореть обшивка. Вот летим, двигатель горит, вертолет горит. Люди мечутся в кабине. Я понимаю, что вот это безвыходность. А лететь нужно, жить всем надо. За моими плечами жизнь людей. Справа люди сидят. Самому тоже хочется как-то жить. Но об этом, по-моему, не думал. Буквально, вот он, маленький такой, как сказать, вот речка так вот обходит, а тут как хребет такой маленький. Ну что, как-то вот подсознательно думаю, чуть-чуть там ему мощности залезу чуть-чуть. Вот я только на него там залажу, и перегорает второй двигатель, трубка второго двигателя перегорает. Он тоже все. Тяги больше нет. Валера Евдокимов, правочок мой, кричит. Николаев, слева старая комендантская площадка заброшена. Моментально перекладу ручку влево. Вот она действительно, старая комендантская площадка. Но, правда, вся уже заброшена. Перерыт окопами, непонятными кинохъемами. Ну что ж, вот я иду на эту площадку. Все, только вперед. И тут такой, говорит, висит третий на тросу. А третий-то висит на тросу, а перед нами высоковольтные провода идут. Ну что? Вот, думаю, тут не сгорели, тут не упали. Сейчас трос стальной, замыкание, все, взрыв. Ну что ж, принимаю. Только я могу принять решение. Кричу Юрий, руби его. Он говорит, что я, руби его. Уже на повышенном ладе слышу два удара топориком. Топорик с левой стороны сюда. Человек упал. Ну что ж. Сажусь резко. Садимся, зажимаем тормоз. Начинаем куваться у раненых, можете назвать. Выкидываем всех это. Бежим от вертолета. На наше счастье идет, как колонна. В горы пошла колонна артиллерийская. Смотрю, эта колонна встала. Бегут люди. И один солдатик, простой солдатик. Как-то додумался, не знаю, может пожаром когда-то был или еще что-то. Безят два ведра воды. Бежит с этими двумя ведрами воды. Мы кричим, отходите, сейчас может взрыв пройти. Ну тут тоже как-то на каком-то непонятном для меня автоматике. Хватайте ведра. Плескаю, подбегаю, заливаю. Еще прошу. Так, ходки три, четыре, пять сделал. Отбежали. Тот ветерок такой. Стало продувать. Смотрю, такого горения уже нет. И вдвоем с бартехником, тихонько-тихонько, подходим, открываем блестер, залаживаем наверх, тушим все, что еще тлеет, затушим. Стоит наш вертолетик перекошенный такой весь. Подходит Любаша, медсестра, вся в зеленке, вся в йоде, вся в чем-то немедленно. Говорю, Любочка, что случилось? Любаша, она говорит, вся сырая, она говорит, да как что случилось? Говорит, тушила. Я говорю, чем тушила? Зеленкой, йодами всем. Ну все же, кончилось. Я говорю, ну молодец, Любаша. Будем жить, Любаша, сколько детей на год один, у вас сколько, у меня двое. Вот и все, тут уже у всех эмоций, Любаша плачет. А сама мысль в голове, йо-моё, что ж такое-то? Человека-то я обрубил. Человек-то с метров тридцати свалился. Трос, трос. Ну жив остался. Ну и идут туда, примерно эти пока с равенными занимаются, пока снимают оружие, снимают с вертолета. Сарп снимают, магнитофонную ленту снимают, сразу положено это все снять. С карты собираем все. То есть понимаем, что вертолет останется здесь. Вот. Пошел искать его, пока один. Грех нам надушать, человек тут упал. И, понимаете, такой, не мог до сих пор понять. Выходит такой, знаете, какой-то леший, какой-то выходит в каких-то всяких листьях, в каких-то сучках такой. И как хвост висит, у него такой, через плечо висит хвост. Вот натуральный черт. Я такой говорю, и такой, что вы меня бросили-то? Я такой, не понял, как мы тебя бросили. Так ты живой, он говорит, живой. А он идет ковыляет. Я говорю, ты как живой? Он говорит, живой. А трос, это, хвост, это у него, как вот, у него была система подвесная. Трос-то когда обрубили, чтобы он не тосился, он на плечо снимает, забирайте это барахло. Я говорю, ты живой, 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 что вы меня бросили-то? Ты через... На дерево упал? Не знаю, на что он напал. Скорее всего, на кусты. Но вы понимаете, ничего не сломал, ничего с ним не случилось. А ему пуля попала, оказался третий раненый, пуля попала между пальцами ног. Вот просто. Вот он ковыляет. Счастливчик. Я говорю, как зовут Саня? Я говорю, Саня, ты не просто в рубашках, ты их в трех родился, но в пяти. Тебя не убили, тебя мы не порвали, а сучки деревьев, вот такие сучки деревьев, когда мы тебя тащили. Ты упал, ну вот так вот. На утро пришли к нему в госпиталь, он еще курить у всех стрелял. Такой вот парень же. Все живы остались, а вы говорите не подвиг. Подвиг всего экипажа. То есть все живы, все здоровы, вертолет целый. Вертолет через три дня мы перегнали на Ханкалу, техники молодцы, поменяли двигатель, перегнали, восстановили его. Я на этом вертолете вернулся домой в родной полк, опять же, в качестве командира экипажа, пришел на нем. Через три месяца его отправили в ремонт. Он опять своим входом ушел с северо-кавказского региона в Калининград. Посмотрите, теперь его перегнали. А там его запарковали, мою шусяточку. Вот за это я получил героя Российской Федерации. Весь экипаж получил по ордену мужества. Ну, а награждали меня уже, конечно, в Кремле. Президент. Вот тоже поехал же в Краснодар. И звонок от командующего Шаманова. Вот ты где? Я говорю, да вот езду с Краснодаром. Он говорит, припаркуйся. Ну, ладно, припаркуйся. Ну, мы что-то серьезно. Останавливался, припаркуйся. Он говорит, тебе остановился? Остановился. Тебе присунуло звание героя Российской Федерации. Спасибо. Вот и все, что я узнал. Спасибо вам за этот подвиг. Вам спасибо, что слушали. Вячеслав Геннадьевич, ваша профессиональная жизнь тоже связана с небом? Слушайте, да. Я так же в Пирогово прыгал с парашютом. Три прыжка, как положено. И потом воздушно-центрная войска, служба пошла. Потом и так вот уехал уже. И в Петербурге остался, в Петербурге живу. Вот сейчас занимаемся общественной работой. Вот вместе с Валерием Николаевичем. То есть создали центр свой детский на 500 детей в частном порядке. Там группа офицеров, ветеранов, спецподразделений, десантников. И вот сейчас мы работаем в этом направлении. То есть помогаем государству, то есть готовить ребят. То есть сохраняем традиции воинские, обязательно спортивные. Через президентские программы самбо-школы 2000 года, которые действуют. Вот. Единственное, ну, одна из, скажем, лучших школ по самбо. Вот 57-й на школе у нас там ковер лежит. Кстати, преподает тоже земляк, мастер спорта международного класса по борьбе. Литвиненко Володя там, тоже в урожении из города Ижевска. Вот. И она довольно такая известная школа. — Расскажите, пожалуйста, про уроки мужества. Это встречи со школьниками, со студентами. Они вот происходят в Ижевске в канун Дня защитника Отечества. Да, и вы принимаете вместе с Валерием Николаевичем в них участие. В Ижевске как вас встретили школьники? — Ну, в этом вот мы в школе сегодня были, в родной школе Валерия Николаевича. То же самое мы пытались донести до этого. Поэтому мы когда открывали доску ему, кстати, очень правильно делаете, именно в Удмуртии, опять же, как пример, доски стали открывать живым, живым героям. То есть мы должны знать их живых. Вот вы сегодня слушаете, вот сегодня кто-то многие узнает о его подвиге. Вот сегодня дети смотрели, он живой. Я понимаю, чтить память погибших, которых мы тоже воздаем даням. И очень большую работу проводим. Мы порядка 27 школ, досок уже за 5 лет открыли в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Выводим из обвения этих ребят, которых мы по разным причинам забыли. И вот в таком же формате мы работаем. Здесь сегодня мы пытались так же сделать, в этой 71-й школе. Были приглашены ребята кадетского корпуса Малопургинского района. Они приехали специально на эту руку мужества. То есть не просто была школа, а была приглашена. Это по нашей инициативе, опять же. То есть мы совместили, вот когда разговаривали в госсовете, спросил Алексей Михайлович, большое ему спасибо, что он помог. Вот они приехали и вместе провели эту руку мужества. То есть не только одна школа присутствовала, 71-й. И там же показали ролики опять. То есть это, ну, как стандартно, как бы традиционно и так далее. И мы говорили, как с равными с ними абсолютно. То есть на любые вопросы, даже самые каверзные, они задавали вопросы, которые задавали и на них отвечали. О чем расспрашивали ижевские школьники? Обо всем. Вы знаете, очень интересно. Очень, я еще говорю, чудесная молодежь, чудесная. Даже подошли три девчонки, вы же из Петербурга, а мы хотим поступить в университет МВД, куда? В Петербурге. Молодцы девчонки. Я думаю, ну на кого думаю, может на журналиста, может еще там на кого-то. Следователи. Понимаете? То есть какой потенциал? Вот эти девчонки, мы говорим, девчонки, только вперед. Поступайте. Один подошел, я вот хочу летчикам, что мне нужно. Понимаете, любой вопрос. И мы считаем, что главное на руке мужества, чтобы мне этот вопрос не задавайте. Если ты идешь на руке мужества, ты подготовься к нему. Любой вопрос должен быть освещен. Нету закрытых тем. Любой. Вот даже многие меня спрашивают, а вам там не страшно? Я всем говорю, только у кого ума нету, тому не страшно. А я же в школе учился, в нормальной школе учился. Значит, у меня что-то мои учителя вложили. Поэтому надо отвечать, надо с ними быть там на равных. Да, мы их старше, но они умнее нас, может быть, в чем-то. А мы мудрее. Здоровья вам. Спасибо. Спасибо за разговор, за ваши воспоминания. И вас лично с наступающим днем, защитник отечества. Спасибо большое. Спасибо. Телезрители, я также благодарю за внимание. И до встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова